Обычные военные будни 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в новогодние и рождественские дни приятно разбавляют звонкий детский смех. А клуб части на несколько часов превращается в импровизированную резиденцию Деда Мороза и Снегурочки. Надень свою отглаженную форму и голубые береты десантники сменяют на маскарадные костюмы, для того, чтобы подарить радость ребятам, оставшимся в эти особые дни, без ласки и внимания родителей. Мы подбираем персонажей, военнослужащих, которые могут, естественно, каким-то обладает актерским немножко данным. И потом составляем сценарий, пишется, подбирается, шиваются костюмы, репетируем, сами украшаем, елку привозят нам, заказываем. Ну и зал украшаем по своим возможностям. То есть все вкладывают с теплотой, с любовью, душу в это дело. Да, военнослужащие-десантники не артисты и в их профессиональные обязанности не входят репетиции после службы. Однако они понимают, никто кроме нас – это не просто девиз ежедневной боевой подготовки. Это кредо по жизни – помочь тому, кто оказался в беде. А кто, если не я? И то, что с этой благородной миссией они также справляются на десяточку, подтверждает восторг в глазах детей. В части не всегда едут с особым настроением. Дети ехали с радостью, потому что для нас каждый куда-нибудь выехать, для наших детей – это непередаваемые ощущения, можно так сказать. Потому что даже по дороге едут они и даже другосмена обстановки. Это очень замечательно. Конкурсы, игры, викторины и, конечно же, танцы и песни у новогодней красавицы Ели – все это подготовили военнослужащие-десантники для малышей Кобринского детского дома. За свою творческую работу небесные гусары не ждут похвалы. Они просто верят. Значит, это кому-нибудь нужно.